Победа в этих соревнованиях исключительно в руках спортсменов. В минувшие выходные в Иванове уже в десятый раз проходил межрегиональный турнир по армспорту. Разные весовые категории, большое количество участников, среди них и мужчины, и женщины. Все это говорит о популярности армрестлинга. Это вид спорта, который очень популярный среди молодежи. То есть здесь можно заказать, чего ты стоишь и кто ты такой. Здесь представители Ярославля, Владимира, Горьковской области, Костромы и других центральных районов. Исчестно, Иваново, Шуя. Вот здесь это безусловно. Татьяна Андреева занимается армспортом около года. Руку нынешней соперницы знает хорошо. Они уже встречались на чемпионате области. Сражаться Татьяне приходится с глухонемой девушкой. Желание поддаться и проиграть из жалости не возникает. С каждой победой Татьяна понемногу воплощает свою детскую мечту. С этим мечтал в детстве заниматься. Только когда я росла в Советском Союзе, нам этим не разрешали заниматься. Сейчас этим занимаюсь. У мужчин борьба жестче и эмоциональнее. Серьезная подготовка, изнурительные тренировки. Все как в любом другом спорте. Иначе откуда взяться сильным рукам на неспортивном теле. Спорт тоже сам. Тренировки еженедельные. Три раза в неделю я занимаюсь. Там тоже все железо с диагонами. Это же не только руки. Это общая физическая спина, ноги. Это все влеет. Надо качать все, прокачивать. Занимаемся потихоньку. Спортсмены соревновались в 10 весовых категориях. По словам участников, хорошая физическая подготовка не всегда гарантирует успех. Собственная победная тактика вырабатывается годами. Почувствовать соперника, заглянуть ему в глаза и прочитать в них следующий шаг. Захочет он одержать верх одним рывком или предпочтет неспешную борьбу. В армспорте мало быть хорошим спортсменом. Нужно быть еще и хорошим психологом. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Корректор А.Кулакова